знаешь что давай сегодня поговорим немножко о книгах и о той части нашего пути которую мы не описали в книгах да ну и да у нас есть кусок и не озвучивали да и не озвучивали да есть часть нашего пути которым мы не говорили вслух почему потому что наверное он где-то был болезнен и на определенном этапе во всяком случае сейчас буду говорить за себя для меня казалось например вот эпизоды когда я работаю с людьми там обучаю тренируемся они там посещают тогда еще были клубы какие-то очные да потом от этой формы отказались а потом эти люди пропадают исчезают кто-то на меня обижается кто-то я много о себе знаю со стороны да и я много легенд знаю которые ходят за спиной и которые никогда не озвучивались потому что я валила как танк и считала недостойным об этом говорить но в принципе возможно время пришло почему нет почему открыто не говорить о том что есть на самом деле какие кризисы на пути инфодайинга будут и они будут у любого человека не только у нас мы обычные люди но эти кризисы были и мы даже вот сейчас следующий кризис уже сами чувствовали и уже работали чтобы его обойти это как ступени как этапы которые ты преодолев ты переходишь либо еще ну ты не можешь просто переступить на ступеньку пока ты не разберешься вот с этим на самом деле это так знаешь что это напоминает вот чтобы было понятно о чем говорим вот человек приходит на фирму он работает он там свой но и друг товарищу рядом такие же как и он другие люди вот он добивается какого-то карьерного роста и он достигает какого-то положения на фирме какой-то уровня доходов там ответственности и всего остального и в какой-то момент ему кажется что это все он сделал что люди ничего не стоит люди ничего не значит его непосредственный руководитель вообще козел он вообще делает не то и не так и человек начинает вести себя так что если он идет с фирмы все дело рухнет и и он уходит с фирмы а дело не рушится фирма продолжает существовать жить и так далее но он при этом хлопнул дверью и показал себя с той стороны которая ему и вернуться уже невозможно на фирму вам себе закрыл он сам себе закрыл дверь его просто вынесла вынесло его эго эго вынесла в какой момент выносит эго когда внутри как бы заканчивается интерес к работе но при этом нарастает вот эта важность я же достиг я все могу у меня самое лучшее положение уже столь дальше качает ум и в принципе вот наверное аналогичной истории мы можем вспомнить и на слушатели наши могут вспомнить и себя даже кто будет смотреть потому что я знаю что смотри когда кто-то считал что это я создал инфодайнг зайцева вообще здесь ни при чем потом дальше было был момент когда зайцева делать не то и не так и вообще кто такая стопу зачем она здесь появилась начиналась конкуренция начиналось вытеснение борьба какая-то вот я меня не любят не ценят двух хлопок дверью и в принципе люди могли видеть много таких хлопков мы на эту тему никогда не говорили я просто как локомотив валила дальше и ирина мне в этом помогала помогала как опора на которую я могла всегда опереться точно так же как ирина могла опереться на меня в своих погружениях доставая информацию и проговаривая ее не пряча не заначивая не скрывая не боясь что я ее сочту сумасшедшие что я скажу за ты херню говоришь ты вообще не в ту степь пошла только мне известно лучше чем тебе не знаешь да и не боясь что будет присвоено кем-то или то есть этапы на самом деле проходили это действительно было да были этапы когда мы начинали говорить о какой-то теме и она тут же разволокилась там где особенно были еще пересечения близкие к регрессивному гипнозу там тут же наши темы разволакивались по интернету назывались представлялись от других имен и нам тут же сбрасывали ссылки а вот об этом говорит это 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 а мы видим что это все значительно позже нас уже выходит это знаем мы знали что мы достали эту информацию да и таких примеров было много и в данном случае вот был момент даже когда разговоры а стоит ли это выдавать публичный доступ все выдавать полностью в книге полностью в тексты это наш материал достали никакой конкуренции мы сейчас вот пройдя этот путь по согласись что это настолько было правильно все выдавать все когда ты выдаешь ты сам себе открываешь дальше идешь дальше 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 ты развиваешься а этот мир он все лишь отражает тебя и ты видишь потом в отражении не конкуренцию поддержку не гневные письма что в этом мошенники и придурки а слова благодарности искренности любви поддержки и так далее мы понимаем что это наш путь он полностью описан наших книгах тут кстати не хватает одной счастья она закончилась потому что я подарила последний что у меня было дом и вот когда этот путь пройден ты поворачиваешься понимаешь что ты проделал большую работу тебе есть чем гордиться тебе есть что отдать людям на этой работе основаны результаты практической работы с людьми и даже вот мне сегодня понравилось на лекции сидели с тобой на занятиях мы еще параллельно учимся с ириной сидим на лекциях и преподаватель начинает рассказывать как правильно вести консультирование и дает полностью модель даже смешно становится мы не знали что кто эту модель разработал под каким именем но мы работаем использую эту модель не знали что она существует а что она вообще существует а а мы так работаем да то есть она она естественно правильная но по-другому не может быть да то есть есть вещи которые в психике естественно правильные и если какая-то часть из них уже является научной это просто прекрасно да это не ты собой содрал в науке и сказал вот ворисую это мою нет ты так работаешь это для тебя и сегодня в очередной раз увидели мы в очередной раз увидели что мы движемся в правильном направлении то есть как подтверждение извне при этом мы знаем может кто-то сказать ну конечно вы там где-то нет мы-то знаем нам не надо доказывать этого мы знаем что мы так работали и мы нигде это не подсматривали это мы достали из себя это мы именно мы все через зазорение через осознание и весь путь вот от одной информационной меркабы до другой от одной модели до другой мы все полностью описали шаг за шагом спиралевидный кольцо за кольцом виток за витком как спираль днк так информация вилась и кстати на сегодняшний день мы можем расписать действительно самые лучшие информационные носители это меркабы там правильно структурирована записывается информация она же переотражается сразу для того чтобы создать игру игру переотражение чтобы сразу создавалась ну и считывая информация сразу загрузка и считывание и возможность обновления этой информации я думаю что где-то по таким же принципам создаются сейчас и флешки и все остальное скорее всего мы этого не знаем но очень-очень похоже и внутри развлекается на самом деле тоже действительно про этапы я тоже могу сказать что у меня поначалу вот первый год когда я пришла мне несколько раз ломала несколько раз помню да 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 были серьезные были серьезные и я несколько раз думала уже о том что я просто ну уйду уйду либо же иногда иногда я замыкалась до думаю хорошо я буду слушать а потом я понимаю что а смысл тогда мне здесь находиться тогда мне смысла нет если я буду здесь лгать самой себе то я просто свое бесценнейшее время свою жизнь я ее до отдам на пустое времяпровождение и поэтому как бы но естественно то есть либо у меня я понимал а мне это интересно мне это неимоверно интересно и свой интерес его закрыть или же отправить пустоту я не могла и поэтому я снова открывалась потом опять был период опять снова замыкала ну замыкала скажу честно на на очень короткие время это но это может быть даже не знаю дня три самое большое а потом я снова раскрывалась снова то что я понимала что я я не могу по-другому это мой интерес это мне интересно я чувствовала вот просто я чувствовал что мне это необходимо я при этом пою но вот эти моменты это всегда сработка эго и интереса всегда у каждого человека вот любой человек кто вступал в этот кризис и сейчас когда я наблюдаю за стажерами учениками там есть кризис финансов это один кризис а второй кризис это тоже на эго а второй кризис и тоже на эго интерес это все одно и то же только отражение идет а второй вот самый самый важный кризис это кризис тега кризис эго интереса когда у человека что-то получается ему кажется вот какой-то товарищи на фирме что это все делаю я в это все я и эго начинает я я я я интерес пропадает эго растет тогда когда пропадает интерес есть психологическое истощение можно назвать это выгоранием потому что на самом деле вот так валить по 16 иногда 18 часов в день это сложно это сложно даже физически так ты не сможешь если не будет интерес если интереса не то просто ляжешь труп ты издыхаешь просто и в то же самое время когда ты лежишь и тебе в это время шепчет на ушко какой-то крутой как мы какой-то молодец и так далее а ты продолжаешь лежать то в какой-то момент вздувается эго потому что интерес уже нету потому что некуда приложить внимание все неинтересно и вот этот вот момент кризиса он бывает у каждого человека мы тоже это проходили и вот в этот момент действительно идет проверка на прочность а интересно ли тебе если тебе интересно то твое внимание цепляется за тот момент который тебе интересен ты начинаешь у него углубляться у тебя снова появляются новые крылья открывается новое дыхание и ты снова уходишь в новый раздел который начинаешь разворачивать потому что информация бесконечное количество начинается новая игра вот эти моменты конечно они сложны к пониманию людьми потому что работает это эго эго дует пустоту человеку не всегда удается заметить когда у него пропадет интерес ну вот из того что я заметила как у нас интерес прыгал когда мы например разворачиваем какую-то информационную структуру и мы идем вот ну по слоям 7 слоев везде да и мы пошли по слоям разворачивать вот подходишь к седьмому слою и ты видишь всю структуру целостной ты понимаешь как она работает и ты понимаешь как ее можно перепрограммировать как перезаписать там информацию и в какой-то момент кажется ну все это уже все следующий шаг но его наверное уже не надо делать до хватит уже того что имею вот этот такой трон сатаны да присесть и в то же самое время внутри опустошения я это состояние опустошения очень хорошо знаю по своей работе на volkswagen у меня когда-то это я не помню какой-то год наверное 2002 или четвертый не помню когда volkswagen именно завод завод решил устроить у дилеров аудиты и проверить всю гарантийную бухгалтерию а я работала тогда инженером по гарантии и вот было два аудита и на второй аудит когда приехал первый был все очень страшно ну прошли как-то нормально прошли а второй аудит приехал такой рыжий таракан который говорили ему страшились что он будет проверять все он будет проверять как в том в контейнерах и лежат списанные запчасти если там бирочки правильно ли они заполнены как выставляли счета все что касается диагностики там так далее там очень много было тех моментов а это все но реально каторжный труд женщина в железный контейнер в 33 градуса жары тянет рулевую рейку я помню это был каторжный труд реально я работала реально я знаю машину по запчастям и я все это перебрала своим руками вот везде бирочки стояли и вот проходит этот аудит и он цепляется к одному протоколу диагностики что машину не могли там диагностировать столько часов там много было наверное часов 12 вот не могли столько диагностировать и выписывать штраф 150 евро 157 евро это был штраф дилеру за гарантийную проверку чтобы ты понимала аудили дилеру московскому 300 тысяч евро выставили штраф за гарантийную проверку у нас было 157 я после этого получил эту статуэтку лучший работник да вот но я помню свое тогда состояние вот проходит этот аудит уезжает этот рыжий таракан которую я еще запихнула в этот контейнер в 33 градуса жары чтобы мне подал рулевую речку издевалась как могла потом горячей колой напоила но это ладно там были отдельные истории а прикалывала всегда вот как я умела я потом в телеграме могу сыну порассказывать у меня все расспрашивает на эти темы я запущу этот канал воспоминаний там у меня очень много ржачных воспоминаний есть но уезжает этот рыжий таракан и дальше я остаюсь все проверено все идеально все правильно а что дальше как жить а интереса нет нету интереса есть опустошение можно сказать победа эго там выписанная премиально там какие-то еще там что-то но ты сидишь а дальше жизни нету и я вот искренне благодарна тогда на запчастях руководителем работал парень сергей вызвали он подошел ко мне и сказал говорит прямым текстом зайчиха перестань ты женщина с двумя детьми кому ты нахрен нужна тебе платят приличные деньги сиденье рыпайся от идеи работой и для меня вот это дало крылья вот этот вот момент когда мне сказали сиденье рыпайся да вот они дали крылья уже через полгода была директором автоцентра я просто ушла меня один в один была приакция когда мне дается вот такой пинок пинок под зад я однозначно да а у тебя интереса здесь нет ты свободен ты сделал все что мог да поцеловал всех в попу и дальше ты свободен и вот для меня это был пинок и я тут же ушла другая карьера пошла все как только рисует ограничения сразу до свидания но я знаю это состояние опустошение когда ты получил максимум что ты мог в этой точке а интереса больше нету нету смысла жить нету смысла работать нету смысла двигаться и вот в этот в этот момент вот такой волшебный пинок это самый лучший пинок который можно придумать это когда тебя тебе еще нарисовали ограничения и посадили в рамки ну ты же устраиваешь вот и тогда ты свободен и ты действительно взлетаешь и вот эти же моменты они есть и в инфодайвинге когда у человека он сам дошел до состояния внутреннего опустошения да то есть он пришел в точку когда он что-то наработал когда у него получается когда ему присылают благодарности когда его хвалят и в этот момент его внимание не зацеплена за конкретный интерес за что-то что он будет заниматься чем он будет заниматься если такое случается то вот этот кризис он может просто вышибить человека из инфодайвинга а что такое из инфодайвинг это не от нас это от себя развернуть сторону от себя и это очередное предательство от твоей же искренности то есть ты сходишь с искреннего своего пути да потому что я всегда говорю инфодайвинг это об искренности это об искренности это пути к себе не к нам некуда это к себе быть к себе это только путь к себе и тебя вышибает от себя ты разворачиваешься от себя и ты идешь и придаешь свое подсознание потому что ты не понял где твой интерес ты не нашел его в В точке кризиса. В точке, когда начало раздуваться эго. Да. И вот это кризис, потому что человек в это время останавливается и идет деградация. Он зажимается и... Ты не осознал благодарность в точке кризиса. Да. А такие кризисы, они бывают. А сколько раз у нас с тобой было, когда мы... Вот то у тебя, то периодически у меня. Я даже помню, я приезжаю к тебе и говорю, блин, я не могу. Я уже, я понимаю, что бесполезно. Вот просто бесполезно получается. Мы говорим об этом, а человек другое все равно. Мы говорим об этом, а люди все равно этого не слышат. И они сидят и просто вот покажите, дайте, расскажите, проведите. Везите на себе, везите. Это самые сложные моменты, когда уже, кажется, руки опускаются. Вот просто понимаешь, ну, стучишься в глухую стену. Да, 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 да. А с теми же книгами, какая стена была глухая, когда мы начали... Мы-то были уверены, мы издали книги, их возьмут в магазины, их возьмёт интернет. Они там пойдут через эту американскую платформу, где у нас магазины сейчас открыты. Они пойдут через российские платформы, а везде есть династия, династия. Мы были уверены, что это всё пойдёт. Это же бесценный материал, бесценный, да. Да, тем более он пользуется спросом, его заказывают. Это выгодные моменты. И когда пошло нет, 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 нет. А в магазины, когда мы приехали с Беркнигой, разговаривали, а там цена этой книги дешевле, чем издание. Мы спрашиваем, а почему так? А вот просто так. И вот эти вот моменты, когда... И мы, смотри, мы не обесценили. И какая благодарность на самом деле, что мы... Что вот это всё у нас было. Мы открыли свой магазин электронный. Мы открыли свой магазин. Да. Это всё... Свой, свой. Свой. Когда американцы предложили через посредников работать, и 90% прибыли отдавать, а нам оставалось 10%. Это же тоже... Да, пожалуйста, работаем. За 10% по договору. Причём кабальные условия. И вот это всё пройдя, в какой-то момент мы сели. А это нам о чём? Давайте разбираться, о чём это нам. Это же наша реальность отражает нам, что мы где-то делаем косяк. Чего мы не видим? А мы не видим то, что мы пытаемся спихнуть ответственность и спихнуть информацию на других людей, которым это неинтересно. Это не их интерес, это наш интерес. Да, да. А раз наш интерес делаем сами, значит, свой магазин, значит, своё издание, значит, своё распространение, значит, своё продвижение, всё своё. Нет зависимости. Нет зависимости вообще. Полная свобода. Полная свобода. И на сегодняшний день, когда мы вот в таком режиме живём, абсолютно спокойно, там кричат, здесь плохо, в той стране плохо, а там хорошо. Хорошо, там зимой. Я смотрю, как программисты сейчас бегают, тык-дык-тык-тык-тык-тык. Побежали в Грузию. Ай-яй-яй, Грузия с точки зрения IT, отсталая страна. Там даже эквайринга нормального нет. Ребят, куда вы побежали? Тогда вы прибегайте, сперва напишите года за два всё, что надо, а потом только бежите туда. Там отставание реально идёт. Потом тык-тык-тык-тык, смотрю, уже в Турцию побежали, потом тык-тык-тык-тык, уже они бегут в Европу. А ты нигде не нужен. Если ты свободен, ты физически можешь жить в любой стране. Какая разница, где твой бизнес зарегистрирован? Зарегистрирован в Беларуси. Прекрасно, пускай он тут и торчит. А ты физически живи, где хочешь. На самом деле, вот эта свобода, это то, как мы можем находиться. И при этом же мы ни на минуту не перестаем работать. Даже когда сейчас две недели перерыва взяли. Да. Приехали на Березину, загрузились. Так а как без этого? Согласись, мы с тобой сколько раз замечались. Уже там, допустим, дня три не работаем, если вообще. Ты ходишь, уже понимаешь, что такое три. Даже какое три. На второй, на второй, третий день. Да, ты уже понимаешь, что... Ну, ты все курти закатала, дальше скучно. Скучно. Жизнь не улыбается, если ты не пошарил ни у кого в голове. Ну, это так. На самом деле, мы вот прямо сейчас, действительно, это так. И это счастье, на самом деле, потому что это интересно. Это искренне интересно. Да. Так же, как сегодня преподаватель, да, вот эта женщина, которая сегодня... Она преподает предмет, преподает, и она рассказывает о нем, она действительно рассказывает с интересом. И видно, что человеку настолько ей нравится, то, чем она занимается. Поэтому мы на ее лекции только и ходили. Так на ее лекциях и хочется сидеть. Да, да. Ты с удовольствием там сидишь, потому что человек находится в интересе. Вот просто ее слушаешь и понимаешь, сколько мы сегодня с ней делали комплиментов, но это на самом деле было искренне. Просто искренне, потому что наслаждались. Наслаждались человеком. Да. То, что она давала. И тот материал, который я сегодня услышала от нее, я понимаю, что как же он в школах нужен, как же он даже в садиках нужен. Детки с открытым ртом сидели бы. Точно так же, как и инфодайм. Мало, да, да, именно. Потому что у нас пересеклись, смотри, как. Вот смотри, в школе ввести один предмет, можно даже его называть не психологией. Да. А предмет научись видеть в другом человеке себя. Вот научись видеть в другом человеке свое зеркало, свое отражение. И смотри, наше общество выросло бы другим. Уже следующее поколение было бы разумным. Да. А не ограничено. Они научились бы чувствовать. Детки научились бы чувствовать себя. Слышать себя. И знать, что вот я есть здесь, я. Да, что есть я. Я здесь. Я здесь. Я здесь, да. Я дома. И общаясь с другими людьми, они бы сразу, сразу бы понимали, это как язык выучить жизни. Они сразу бы понимали, о чем. О чем я себе. А смотри, на введение какой-то информации или удаление какой-то информации. Ну, Кновертона, психотехническая база. Требуется время. И вот если брать то, что происходило в 20-й год, да, и то, что происходило вообще в 2000-х годах и далее в Белоруссии, ну, начиная с 2000-х и вперед, когда пошло, на самом деле это все, если заглянуть на 20 лет раньше, в 80-е годы развал Советского Союза, эти пленумы там и так далее, это все было абсолютно спланировано тогда. Конечно. Причем я могу даже привести самые такие, ну, вещи, которые, если ты соединяешь в одну цепочку в голове, если ты целостно смотришь на это, они становятся очевидными. Да? Вот смотри, во времена Советского Союза, ну, 70-е годы, я родилась в 71-м году, и не было религии. То есть отец мой был там, ну, достаточно высокопоставленный товарищ, и, соответственно, если кто-то там, женщина, бабуля, меня там втихаря покрестила, то он рукой махнул, типа, ну, бабы занимаются херней. Но сам факт, что вот такого религиозного увлечения, что все ходили по церквям, соблюдали религиозные праздники и так далее, не было. В кого верил человек? Сказать, что мой отец был атеистом? Нет. Он говорил всегда, верь в себя. Если это ты не сделаешь, то никто не сделает. Умей делать все, но не обязательно делай. Учись руководить, чтобы другие делали, но ты должна уметь это проконтролировать, если ты сможешь это проконтролировать, если ты это умеешь делать. И вот именно это делание у него шло красной нитью по жизни. И в Советском Союзе же так и было. То есть человек не выносил Бога из себя, соответственно, он брал ответственность за свою жизнь, на себя. И делал по максимуму сам. Максимум он выносил на коллектив. Это был недостаток Советского Союза. Это в тот момент коллектив включался, когда включился атеизм, когда Бога нет. В тебе же Бога нет. Это другое крыло качелей на самом деле. Безбожие то же самое, что вынесенный Бог. Но суть в том, что в 80-е годы, я к чему это рассказываю? В 80-е годы конец. С чего началось? Быстренько-быстренько возвращаем религию. Быстренько-быстренько выносим Бога. Бог виноват, Бог послал. То есть возвращаем религию, обогреваемость. Да. Бога вынесли, религию вернули. Бизнес создали вне государства, необлагаемый налогами. И при этом параллельно с этим хлынуло в Советский Союз что? Проституция, наркомания и так далее. И голубизна, лесбиянство. Это уже пошло в систему ценностей как норма. Потом в систему ценностей как норма пошла и детская порнография, и насилие, и все эти игрушки с войнами, и все эти страшные фильмы, и все остальное. Пошла деградация. Упрощенная музыка, все упрощение, упрощенное искусство. Искусство, да, упрощение. Пришла деградация. И она пришла целенаправленно вместе с развалом Советского Союза. Точно. И вот этот вот вынос Бога и вынос ответственности, когда никого не остается дома, дома пустота. Когда виноват кто угодно, но не я. И я готов бежать куда угодно, только не навести порядок там, где я есть. Даже на работу буду ходить формально. Вот я прихожу формально, отсидел, и дайте мне мои деньги. Я же отсидела. А что ты сделал на эти деньги? Я ни хрена не сделал. Вот они, раздутые Штаты. А вот это то, что сформировано было тогда. А назад можно откатить через одно. Научись видеть в каждом человеке отражение себя. Вернись домой, ты Бог. Что ты создашь? Что ты посеешь? Что ты посеешь? Не выноси ответственность. Что ты вырастешь? Что ты возвращаешь ответственность через человека. Через себя. Что ты сделаешь, то ты и будешь иметь. Вот оно, вот оно. И это надо с детства. Вот точно так же, как тогда, в 80-е детям. Я как раз тогда школу заканчивала детям. В башку хлынула вот эта вся херня. Вот точно так же сейчас надо это все выключить, а запустить чистое и светлое. Разум должен сейчас на детях начать работать. Да. И это правильный подход. А для того, чтобы разум на детях начал работать, мы должны прийти, вернуться в разум. Мы должны вернуться в разум, стать разумными. осознать глубину ответственности на себе, в себе ответственность за все свое, за свою жизнь, за все, что ты в своей жизни видишь. Ответственность на себе. Да. И тогда и детей. То есть, а тогда, смотри, а тогда ответственность за все, да, в своей жизни. И тогда иди по интересу. То, что тебе интересно. Занимайся тем, от чего твоя душа поет, от чего ты поешь. И тогда ты не сможешь внести искажения. Просто ты не сможешь миру дать искажения, потому что ты искренен, ты солнце. Теплое солнце. И тогда преподаватели будут на своих местах, медицина будет на своих местах. Не будет медицина выдавать лекарства лишь потому, что ей сказали вот эту партию допустим. Или эти лекарства надо распространить. Или вот это самое лучшее лекарство. И медики не думая, не вникая, а даже может и вникая, но им же сказали. И это прописывают. Вот. Когда искренность, когда чистота, тогда солнце. Да. Там, где я, там и солнце. И не надо тогда бежать от себя. Не надо так долгать. Не надо ничего. И тогда эго не разбывается. Но тогда ключом ко всему будет только интерес. Да. Да. Только интерес. А интерес перекрывает что? Подавленные эмоции. Блин. Да. Когда человек, если у человека нет интереса, то его реальность выстраивается как отражение его подавленных эмоций. Да. Вот он задавил, вот он обиделся, вот он зажался, вот он имеет болезнь, вот он имеет ссоры, вот он имеет развод, вот он имеет то, что он в себе задавил. Да, это порождает страх. Да. И все, и ты ушел. Страх как отражение подавленной эмоции. Ты ушел, ты спрятался, ты исчез. Ты исчез, да, а тебя нет. Да. И ты с другой стороны творишь вот этот страх, но ты не осознаешь, что это ты творил. И продолжаешь его творить. Блин, вообще. И сам же в нем задыхаться, в своем же искажении и жаловаться, почему наша молодежь там или что-то, почему в моей жизни не так. Потому что ты лжешь сам себе, ты заходишь с другой стороны, но отказываешься от себя. Да. Говоришь, что это не я и продолжаешь жаловаться, продолжаешь лгать, продолжаешь искажать, жить неискренне, заниматься нелюбимым делом, ненавидеть его, и при этом идти на это дело, на эту работу ненавистную и не осознаешь, что идешь, что это твоя жизнь проходит, твоя самая большая часть жизни проходит на работе, и ты ее ненавидишь. Какое предательство себя. Неужели здесь будет здоровье? Естественно, будет больной мир. Естественно, будет болезнь. Развиваться будет, потому что это болезнь. Мир заболевает А на самом деле это отсутствие разума. Вот просто вдумайся, как идти на работу, которую ты не любишь, осознавая, что это вся твоя жизнь. Да, да. Не осознаешь, что это жизнь. Человек даже этого не осознает, что там его жизнь проходит. Нет, он ненавидит эту работу, но при этом требует мне, дайте зарплату, я отсидел. Это такой в чистом виде паразитарный мир. А когда в какой-то мир попадают паразиты, что с этим миром происходит? Гниение. Он же гниет. Если в яблоко попал червяк, это яблоко, червяк съест. Все, яблоко заболело. Да. Вот оно в чистом виде. Все. И тогда что делает яблоня в первую очередь? Сбрасывает больные яблоки. Они даже не успевают вызреть, она их уже сбрасывает. Да, да, да. Потому что она избавляется от червей и гнили. Да. И это не надо. Вот точно так же сбрасывает земля цивилизации и так далее. Конечно. Когда они больны. Конечно. Для того, чтобы начать жизнь заново с надеждой, что в этот раз все пойдет как надо. Игра сыграется нормально. Да. Так же и человек уходит из жизни. В последние минуты он, ну, минуты, полчаса он осознает свою жизнь и видит все возможности свои профуханные. Все абсолютно. И всю свою жизнь как на ладони. И он уходит. Если это боль. И это больно. И он уходит в боли. Он уходит в боли. И где он родится? Естественно, с болью родится в больном мире. При этом он родится у своих же родных, да. Но что ты вложил в своих детей, в своих внуков, в своих детей больше? Что ты вложил? Какие ты дал знания? Насколько твои дети развиты, разумны? Ты вот понимаешь, насколько они не ограничивают тебя, как ты ограничиваешь? Вот я хочу сказать, да. Насколько ты им дал свободу для того, чтобы вернуться к ним, пусть через внуков, через правнуков. Но ты возвращаешься к своим. И ты, ведь ты будешь в этих ограничениях в своих же жить. Что посеял, то и пожнёшь. Ты пожнёшь. Да, 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 да. Всё с нас. Всё абсолютно с нас. Но ты знаешь, вот в этом плане самый большой удар, поддых, это будет в книге Иллюзионистов. Конечно. Это тот момент, когда мы раскладываем, что такое душа человека. Да, да, да. И как она образуется, вообще как она образуется, как она выделяется и так далее. Все эти вот тайны, которые, кажется, откуда вы это знаете? Тайные тайны, да. Тайные тайны. Математика, блин, и физика. И никуда вы от этого не сбежите. Всё очень просто. Потому что замерка бы не забежите. Информация вся записана, и она по подобию пишется, и по подобию снимается. И если начать раскручивать, то там вообще волосы дыбом станут. В принципе, как у участников нашего последнего курса. Да, да, да. Последний курс, тот курс, который не мог, знаешь, не взорвать человека. Ну, конечно, когда говорят о миросоздании. Да, да, да. И о разуме тут изнутри. Так я смотрю, обратная связь пишут. Каждый день жизнь другая. Каждый день другая реальность. О создании людей, да. И всё воспринимается по-другому. Всё с нас. Всё. И да, как мы воспитаем своих детей, то есть, вернее, как мы воспитаем своих детей, зависит от нашей разумности. И тогда, что первично, яйцо или курица? Нет. Всё это одинаково, полностью, полностью равноценно. Когда ты со своим ребёнком общаешься на равных, потому что благодаря ребёнку ты можешь расти вместе с ним и видеть свой путь развития. Ты и яйцо, ты и курица. Это всё ты. И кроме тебя больше никого нет. Это всё твоя игра. Ребёнок – это твоё тело. И смотри, на самом деле, ведь не просто так мы, даже возьми, в жизни, вот именно, мы с тобой, не жизнь сейчас берём, а вот как мы видим материал, да, сознание расширяется, и ты уже видишь, и ты уже видишь это с большого взгляда на всё это, да, и мы видим, что с чем сложить. А ведь в жизни тоже точно так же. Смотри, когда мы проживаем, допустим, 80-е годы в тот момент, да, да даже и сейчас можно взять это, ну, возьмём на 80-х, мы жили в этом, мы не осознавали, мы, всё, что происходило, происходило. Мы не знали, да, и лишь 20 лет спустя мы можем... Мы смогли увидеть. Да, смогли увидеть. Вот оно расширение, это по образу и подобию расширение сознания. Так вот, а расширение сознания что даёт? В моменте здесь и сейчас увидеть, увидеть весь объём. Да. Это не стучаться в окно, в окно биться, а отлететь и форточку увидеть. Да, не надо, это на самом деле называется предвидение или прозорливость. Это было во все века. Это то же самое, что сварщик криво приваривающей лестнице. Да, он приваривает. Он не видит, но это же очевидно, что ты варишь её криво, что тебе придётся её срезать и приваривать. Да, Зачем её тогда варить вот сейчас? Вот, и поэтому вот эти моменты, предвидение или прозорливость, вот оно, оно просто есть, это всё широта восприятия. Ты видишь целостно, и, соответственно, видишь, как весь механизм работает. И ты можешь сказать, что вот здесь, вот здесь поломанные звенья, которые приведут к таким-то последствиям. И они естественны. И они естественны. Да, ты видишь, потому что это, это так же, как ты уже в 10 классе пишешь слово, и ты его знаешь, как писать. А видишь, это же слово пишет первоклассник или второклассник, и ты заранее знаешь, какие он может сделать ошибки. То же самое. Точно так же с заболеваниями. Вот сейчас мы работаем и со взрослыми отдельно, открытые консультации, и отдельно идут закрытые консультации, там больше с детьми. И там, и там ты видишь целостный этот отрезок. Ты видишь, зачем пришел аутизм. И все остальное это изменить мать. Да, да. Мать и отца. Начать с мать. Начнет меняться мать, начнет меняться отец. Он же ее зеркало. Да. Остановится мать, не будет меняться отец. Да, да, да. Тут зеркально все. Однозначно, да. И самое главное, это запустить этот механизм изменений в матери. Ну, кстати, даже если взять этот механизм, опять-таки, блин, мы его писали в своих книгах, что это обязательно. Ты знаешь, каково же было мое удивление, когда я узнала, что в Коране есть целый раздел, который говорит, если тебя не устраивает жизнь, и ты хочешь изменить жизнь, изменись. Пока ты не изменишься, жизнь не изменится. Это в Коране. Слушайте, если мы возьмем Библию, в Библии, там, где описан апокалипсис, опять-таки, там есть раздел, где описывается, что ты вынужден будешь измениться для того, чтобы изменилась реальность. В противном случае будет апокалипсис. Реальность, чтобы она изменилась, нужны изменения в тебе непосредственно. И когда, кажется, вот великие книги, ребят, ну почему вы их не читаете? А от религии тоже иногда бывает польза. А я объясню, почему. Читают, но не читают. Читают, но не читают. Именно так. Потому что Бог вынесен. Потому что Бог... Потому что Библии, Корам читается, Бог вне, Аллах вне. Да, это не я. А если эти книги читать с позиции... Это я? Там, где написано Бог или Аллах, я. И именно я отталкиваю. А ведь на самом деле это так и есть. Ты увидишь просто, ты увидишь совершенно... Человек не позволяет этому. Как это? Как это я так буду считать? Ой, это... Даже придыхание начинается, да? А ты позволь себе прочесть. Позволь. Так ты на своего отца посмотри. Ты же говорить даже не можешь на эти темы, потому что у человека просто... Трясти начинает. Да, начинает. Потому что у человека... Папа начинает бояться, да. Страх, всё. Как это? Как это Бог во мне? Я частичка Бога? Какая частичка? Принцип голографичности Вселенной никто не отменял. Наука к этому давно пришла. Талбат это всё в книге описал. Всё это есть. Ты целая. Ты целая. Ты целый Бог. У тебя не частичка Бога, не ещё что-то. Ты целостный Бог. Но ты его в себе не принимаешь, ты выносишь. А когда ты его выносишь, возникает пустота. Та пустота, которую потом дует эго. И возникают вот эти кризисы, с которыми мы сталкиваемся. И этот кризис основан на лжи себе и на отсутствии интереса. Да? Вместо интереса идёт перекрывание подавленных эмоций и раздувается пустота. Вот и весь механизм. И в этот момент надо, чтобы человек научился себе говорить «Стоп, что я делаю?» «Я сейчас хлопну дверями. И кому будет от этого хорошо?» Да, да, да. «Не хлопанье дверями». Это не значит, что ты не должен двигаться. Я тоже тогда ушла из Volkswagen. Я была очень счастлива и благодарна за то, что мне дали возможность вот этого полёта. Точно так же можно уходить куда угодно, но из VDN готовить и не можешь. Никогда уже. Никогда. Однажды коснувшись... Твоё подсознание не простит второго предательства. Однажды коснувшись, да, это уже всё. Оно будет тебя всегда сюда поворачивать. Всегда тебе будет просто невыносимо желание, невыносимое такое желание снова коснуться. Снова. Снова коснуться себя. Снова на эту связь, да, как мы на курсе. Даже сегодня вовремя зацепила глазами Юнга. Даже Юнг, очень интересно, блин, у него цитата есть. Юнг говорит о том, что самое сложное в жизни человека это развернуться и прийти к себе настоящему. Самое сложное. Это как полюса магнита, плюсы-плюсы, они будут скользить. И вот это вот скольжение между этим, это называется сопротивление. Самое сильное сопротивление возникает у человека при возвращении к себе искреннему и настоящему. А ведь когда вот этот... Да, страх. А когда ты преодолел это, что происходит? И принял свой минус, что происходит? Взрыв, появление нового. Да? Нового. А человеку всего лишь это осознать, осознать для того, чтобы расшириться, принять себя, принять не я, принять Бога назад, пустить домой его, не вытеснять. Это не значит, я Бог. Это эго-больное. Я сейчас всех разнесу. И больное, эго-больное. Такое будет ходить, зараза. Придурок ты тогда, а не Бог. Это те, кто ходит... Психически больной, да. Ну ладно. Да, а это именно, когда ты осознаешь ответственность за все-все в своей жизни на себе. Ты все делаешь сам. И ты делаешь для себя. Да. Для себя. Это не значит, что для себя, для себя, для себя. Это значит для себя и от себя. Одновременно, потому что ты солнце. Солнце же не прячется. Не дам. Тебе не дам, солнышко. Тебе не дам, солнышко. А если светит, то светит. То светит, да. Кстати, на эту тему, помнишь, у нас раздел на Побае висел, я повесила без названия и сказала, там будут висеть фильмы, которые будут искренне рассказывать про то, как вам помог инфодайвинг. Но там будут только искренние сообщения. Ну, соответственно, мне присылали кучу видео, а я тебе присылала смотреть это все, где человек, ну, искренности там не было. Да, да, да. Ну, типа, вот, инфодайвинг, это хорошо, и я такая молодец, и вот, делайте мне рекламу, спасибо. И ты чувствуешь, что вот такой вот этот формализм, искренности нет. Нет, нет, я все эти видео вывешивать не стала, мне этого формализма вот так за жизнь хватило, не надо, дай бог искренности, я уже могу отвечать. Оно же чувствуется сразу, конечно. И вот последнее видео, там на сегодняшний день вывешено, наверное, три штуки всего. Три, да. И я пока не тороплюсь этот раздел заполнять, потому что я понимаю, что уже уходят в архив все наши эксперименты и так далее, то есть уже куча отзывов в архив ушло. Ну, не надо вот это переполнение сайта такое. Но вот когда пошла действительно искренность, у меня возникло название в голове. Ну, я понимаю, что сам бог пишет и сам бог говорит. Я назвала сам бог. А потом походила, вот я сегодня поменяю название и понимаю, надо назвать не сам бог, а бог сам. Бог сам. Бог сам все делает. Бог сам создает все. Бог сам транслирует все. То есть я сегодня эти слова поменяю местами. Бог сам. А вот смотри, поменять местами и какое звучание. Совсем вот оно искажение либо луч. Да, да, да. А вот сам бог искажение, а бог сам луч. Луч, когда человек сам искренний, сам свою жизнь создает, сам делает, сам меняется. Сам бог даже, я бы сказала, закрыть такое, знаешь, упираешься, да, а здесь пошел. И бог сам, это становится очевидно, что все начнется с реализации. И выздоровление ребенка начинается с реализации мамы. Как бы это ни было. Больной ребенок, больная мама. Больной мамы. По-другому не бывает. А естественно, будет больной муж, потому что муж это зеркало. Это семья. Это настолько сейчас очевидные вещи проговариваем, простые. Простые, простые. Все просто, на самом деле все просто. и лишь сложно делает сам человек вот это с ложью, уходя в искажение, уходя сам, сам уводя себя в сторону. От себя самому. И на самом деле все кризисы, которые случаются у человека, и в инфодайинге, и не в инфодайинге, оно везде случается у человека кризис. Конечно. У человека должен быть момент разума, когда он говорит себе стоп, что же я делаю, смотрит широко, а что ему надо. Если он идет на расширение, он делает этот шаг на расширение. Если он идет на сужение, он смотрит, зачем он идет на сужение. И вот те моменты, когда вот этот кризис наступает, задать себе вопрос, а где мой интерес? И действительно следовать по интересу. И когда человек будет следовать по интересу, то вот эта нить интереса, она не прерывается. И тогда он просто будет иметь другую сферу деятельности. Но там же опять-таки будут интересы, он сам настоящий, искренний. Он будет таким образом сказать, искать себя? Нет. Он нашел себя. Он будет просто в своей жизни творить и создавать, расцветать. И проявляться как человек. Для человека очень сложно, я даже очень часто сталкиваюсь с этим вопросом, а как найти свой интерес? Человеку очень сложно, очень сложно почувствовать, Наташа, что такое интерес. и где он, мой интерес. Это удивительно. То есть, смотри, на самом деле удивительно то, что человек задает вопрос, который, который в нем, ответ на который в нем самом. А для этого же надо услышать себя, почувствовать себя. А человек настолько ушел в искажение, что он никак, он плотностью перекрыл себе. знаешь, это что напоминает? А где лежат деньги в моей квартире? Скажите мне, где лежат деньги в моей квартире? Ну, посмотри, куда ты их положил? Это же твоя квартира, наведи там порядок, наведи, поищи, где ты там положил. А человек выходит на улицу и кричит, так дайте мне, дайте мне деньги. Я положил их в квартире, объясните мне, где они лежат. Вот точно так же к нам приходят, объясните, где деньги лежат в моем доме. И вот так и ищешь, вот так и объясняешь. Иногда кажется, что все уже руки опускаются, а потом находишь очередной интерес и очередной ниточкой снова пошел в путь. И так, и за разом раз. И так идет движение в инфодайвинге. И тем, кто подошел к грани кризиса в инфодайвинге, скажите себе стоп, посмотрите, где ваш интерес и разберитесь со своим эго и примите осознанное решение. А тем, кто еще только начинает свой путь в инфодайвинг, начните с книг, чтобы вы понимали, что путь к себе это не «Ой, я уже дома!» «Ой, это в другом случае!» А здесь это путь. Это путь длиною в тысячи жизней, который можно сократить и проделать значительно быстрее и осознать, что Бог в себе, что ты и есть Бог без уклонений, ой, сомнений, жеманства, стеснений или там лба разбивания на Рамадан. Нет, Бог в каждом человеке и Бог абсолютно в каждом человеке. мы все одно сознание, мы все одна душа, мы все один Бог. Это все игра одного Бога самого с собой. Просто в разных переотражениях. Не просто ведь так. В каждом человеке видим мы, допустим, я вижу в одном человеке одно, а другой человек в этом же человеке видит другое. Это же не просто так. Каждый видит свое переотражение. Видим мы свое. Каждый видит определенную грань Бога. Но это все одна игра одного Бога. И причем в моменте, да? В моменте здесь и сейчас. Игра солнечных зайчиков одного большого солнца. И каждый зайчик есть солнце. Блин, так просто. Просто красиво.